В Чувашии запустили портал COVID.CAP.RU для дистанционного информирования жителей о результатах тестов. Новый сервис работает на базе Республиканской медицинской информационной системы. Это поможет пациентам быстрее получить медпомощь и снимет с врачей дополнительную нагрузку. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в Чувашии можно пройти в 11 лабораториях. За время пандемии сделано 378 тысяч анализов методом ПЦР-диагностики. Если раньше пациентам приходилось ждать своих результатов несколько дней, то с осени этого года это время ожидания сократилось до 48 часов. Последнее новшество – результаты можно узнать через интернет. Все, что для этого нужно – иметь направление на руках. Это направление у нас, скажем так, сразу в виде заявки попадает в лабораторную информационную систему именно той медицинской организации, которой прикреплена эта медицинская организация, так называемая ковидная лаборатория. То есть ковидная лаборатория сразу видит, на каких пациентов должны в скором времени поступить в биологический материал. Конечно, это теперь позволяет значительно ускорить и, наверное, даже в разы, позволяет сократить время получения результата ПЦР-диагностики. И для нас это было очень важно, чтобы из лабораторной информационной системы, как только будет готов результат, лаборант тоже вносит уже результат, уже не в том объеме набивает эту информацию, а буквально несколько парей, скажем так, набивает в электронной медицинской карте. И эта информация сразу становится доступной той медицинской организации, тому врачу, который оформил направление на ПЦР-диагностику. И это важно для того, чтобы врач мог своевременно и значительно раньше смог выбрать тактику лечения и организовать выход врача на дом к пациенту. В этот же момент автоматические результаты ПЦР-диагностики поступают и на портал covid.cap.ru. Пациент набирает на сайте номер направления, вбивает дату своего рождения и получает результат. Есть и другие способы. Отсканировать QR-код, он тоже указан в направлении, получить по электронке, либо зайти в личный кабинет на портале госуслуг. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Александр Отяков, Республика.